так вот полегоньку потихоньку стоим приводим в порядок точим бритвы дошла в общем-то очередь ну или так сказать в очереди группа бритв присланной николаем потихоньку обрабатывается первым делом конечно совершаются все подготовительные мероприятия как тут чистка мойка шлифовка полировка обеззараживание и потом уже когда вся группа подготавливается происходит в общем-то конечный этап этих мероприятий другими словами за . вот вся группа была изначально почищена теперь ее большая часть заточена быстренько демонстрируем и будем продолжать заниматься дальше первый номер это немка какая-то неопределенная будем называть ее джон до скажем так без названия имела на полотне если мне память не изменяет какое-то травление с надписью золинген лучшая сталь как обычно они это пишут ну в общем-то бритва как бритва обычная ординарная я просто так вот они все в коробке там лежат я их из одной коробки беру из подготовительной в готовую коробку складываю поэтому я даже не знаю сколько эту штук собралось вторая это не менее не определенная бритва на которой написано сталь и все тут также было отравление но как мы хорошо видим следы времени времени достаточно значительные с другой стороны это никак не повлияло на конечные результаты заточки фаска чистая бритва заточена я не знаю конечно может быть от нее каких-то сверх сверх результатов ожидать не стоит но работе готова сейчас мы с этого ласка еще какую-то подрежем это у нас горш ли он французские товарищи крайне своеобразное строение клинка он такой на какие-то на какой-то он лютой четверти на такой при этом при небольшой скажем так ширине полотна спина настолько и спина и сам этот эрли не настолько значительное по толщине но кстати сказать очень хорошие стали сталь скажем так так это у нас номер как бы по счету следующую выхватываем это у нас получился фреймбэк прошу обратить внимание написание какое это йохан именно не джон как писали на вот этих филадельфийских выставках а именно йохан энгстрем эскельстунский кудесник металлов вот такой фреймбэк как по мне конечно самое небескомпромиссное в работе а некоторые ребята говорят о том что мягче ничего в жизни не видели вопрос арбуза и свиного хряща становится острым четвертый номер йохан энгстрем дальше выудили мы это очень старая франция шосса леглись вот эти вот указания такие скажем так изображение условно церквей это очень старые до пятидесятого года девятнадцатого века однозначно бритва непользованное состояние просто идеальное обратите внимание все родное гринд родной ребро острое для того чтобы ребро сохранить заточил даже в слой изоленты оправа рук слегка слегка его конечно вредители мелкие побили покусали ну оттого она не проигрывает как минимум это у нас номер раз два три пятый далее жиль фрер прошу обратить внимание номер 1507 тоже досталось ей уже чистил чистил эти все безобразие сносил снимал кромки хоть бахны как в том анекдоте поп вдребезги а калоши как новые тоже здоровенная тяжеленная такая бритва номер шестой жиль фрер далее небезызвестный нам всем саботье выполненный из тигельной стали о чем свидетельствует надпись асьер фондю гарантий еще какая-то литера к присутствует а вот здесь скорее всего бритва подвергалась и гринду поскольку вот эти следы это конечно же скорее всего опять же таки гринд не родной но оно я думаю видно хотя сталь хороша так это у нас номер седьмой далее доисторический его вагуар тоже к огромной радости уставшая была в ритмам удалось ее почистить вытянуть скажем так на белый свет а сталь как в общем-то и обычная вагуаров крайне крайне качественная его номер восемь отличный бубенчик 71 номер шесть восьмых это у нас какая медаль медаль золотая золотая медаль выставки в париже от на 1931 года все-таки все-таки бритва на выборке в 6 восьмых это нечто одно а бритва на выборке в размере 5 восьмых это чуть-чуть другое и так ли грилло 6 восьмых номер 9 вот такой немец старый немец прошу обратить внимание фриделко хан золинген такая очень очень приличных размеров бритва несмотря на то что естественно у нее со временем образовалась обратная улыбка мне пришлось все это безобразие выравнивать она даже сейчас имеет в данный момент времени размер ну я так подозреваю как минимум 7 восьмых вероятно со старта была в дюймовом размере если я ничего не путаю 3 5 это номер десятый всего всего в данном случае все единственное я не предоставил к обзору пуму которую я делал но она в отдельной коробке лежала лежит и пусть себе лежит я думаю поверьте мне на слово там с ней все в порядке кстати сказать меня дико интересовало как она себя покажет в работе и что самое удивительное в работе она мне исключительно понравилось очень хорошо побрила там правда и пума такая не совсем простая она в размере 6 восьмых еще какая-то заказная позиция там впереди имя по моему мари и какой-то французский адрес у меня есть фотографии и в инстаграме причем вот с лицевой стороны там кому будет интересно глянуть ну в общем то все на этом пока по крайней мере продолжаем точить прибирать вам удачного дня и до скорых встреч в эфире пока